Всем привет, с вами я Кристина, и сегодня мы собираемся, чтобы поехать завтра на озеро. Мы поедем на Гусино озеро, это когда из города Улан-Удэ, как бы едешь в Кяхту, но не доезжая, типа, Кяхты, там озеро Гусино по дороге встречается буквально часа через, не знаю, сколько. Действительно, кстати, я не задумалась, через сколько часов, но до Кяхты это три часа, значит, где-то, может, полтора часа где-то примерно, что ли, но когда едешь, такое ощущение, будто бы едешь весь день туда. Гусино озеро мне очень понравилось, потому что с стороны, в которые мы приезжали, там не было народу, и водичка была абсолютно голубая, но потом, как бы, брат моего отца сказал моему папе, мой папа кому-нибудь еще сказал, как бы, это все распространилось, естественно, и люди мимо едут, они видят то, что там отдыхаешь, и поэтому сейчас там много людей, я надеюсь, что они не испортили воду. Там водичка была действительно такая голубая, чем-то напоминает Байкал даже, особенно на закате, примерно закат плюс-минус одинаковый, но Гусино озеро мне намного больше нравится, потому что там никогда не бывает холодно, по крайней мере, я не заставала такого момента, чтобы было холодно. И в этом видео мы собираемся, чтобы поехать сами в отпуск такой, однодневный, мы не едем туда с ночевкой, потому что немножко страшно это, во-первых, а во-вторых, у нас машина немного, ну не то, что немного, просто мы уже большие все, вот я большая, там и родители большие, мы не вмещаемся, чтобы спать в нашей машине. Раньше у нас была другая, была экстрил, и в экстриле мы могли спокойно спать втроем, по крайней мере. А сейчас у нас еще и брат появился, ну мой брат, точнее, появился, поэтому мы не вмещаемся все вчетвером в одну машину спать, тем не менее, я еду без брата, потому что брат мой в деревне. И сегодня мы, вот я, собираю сумки, сделала, кстати, вот такой вот список, собирая сумки, сделала вот такой вот список, отмечая, что у меня есть, что нет. Кстати, сланцы, сланцы у меня уже должны быть отмечены. Мне, кстати, не нравится моё покрывало, это мама мне его дала, у меня до этого было другое, мне кажется, другое покрывало было намного лучше, чем это, потому что это такое цветастенькое, и оно как-то не вписывается в мою комнату, хотя у меня, несмотря на это, вот такие вот обои. Обои я выбирала сама, когда была маленькая, поэтому немножко сказать, немножко неэстетично, как я бы хотела. И так, вот у меня сумочка моя, это мой старый школьный рюкзак, он уже потёртый, поэтому я эту сумку использую как походную. Я увидела не в интернете, а в находке очень интересную вещь. Вот, посмотрите, это вентилятор, ручной вентилятор, я советую вам всем купить. Оно стоило 89 рублей, то есть 90 рублей, не считая 1 рубль. Я советую действительно купить вам её, потому что это безумно классная вещь. Она, я её брала с целью, чтобы ездить в маршрутках, я не переношу жару, поэтому мне нужен такой вентилятор. Но также у моей бабушки очень понравился вентилятор вот этот ручной. Он маленький, и он влазит в мою сумочку. Мне эту сумочку подарила подружка, вот, отлично так влазит. Он абсолютно компактный и влезет в абсолютно любую сумку, даже вот в эту сумочку у меня тоже влазит он. И родителям моим тоже понравилась эта находка моя вот такая вот, необычненькая. Кстати, ещё веер можно использовать, но веер как-то не такой активный, как, допустим, вот этот вентилятор. Он вообще крутой. Я вам всем его советую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И чё? Собрали мы пакеты, сейчас поедем. Я вообще никакая, мне так спать хочется. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры ederim DimaTorzok Чё-то идёт не по плану. Повесила я сюда свою ключницу. Короче, задание нам. У меня там есть синяя ткань. Ручки наделать, они вот так в одну сторону. Они же все одинаковые. Можно повесить. Какие камушки красивые. Лайфхак, если у вас нет насоса и не можете надуть матрас или что-то, трубочкой, можно надувать трубочкой. Это мама придумала. Ну, не придумала она, узнала где-то или сама придумала. Мама, ты сама придумала? Я просто бассейн так надувала. Бассейн надувала. Лодка там всё заглушила. Пам-папа наш плавает. Пам-пам плавает. Он, кстати, матрас надул, ещё не спустил. А ты имеешь в виду иголка? Типа как бы она протыкает, ага. Ну да, трубочка протыкает. Ну да, иголка протыкает трубочку. Типа. 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 Дорогая пики, вот так, в кейс попыла мы Уж ты дети все в меня Я знаю, что я в этом же воду люблю Где ты, где ты? Где ты? Где я? Что наплавалось? Просто изожжем Мам, закрывать одну часть, чтобы можно было лежать, было тенечек Хотя я тут, в принципе, тоже тенечек, вот я лежу Если услышишь шаги... Я голову мыла раза два уже, мне придется еще один раз мыть голову Потому что песочек там, в волосах, я его чувствую Ой, чайки летают, чайки, чайки, чайки У меня столько тут кожи То ли щеки, то ли что, это у меня еще прикус неправильный Ну и кушать надо, конечно, тоже поменьше И так, в принципе, немного ем Я в основном воду пью Очень много воды Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья! Диана Райка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какой сегодня хороший вечер Паводка уронили, штыри потеряли Такие вот дела У меня еще ветром сносит У меня такой закат действительно классный У меня такое ощущение, будто бы что-то горит Машина застряла Мы тут тоже сдуваем Могу влечить этот штырь Вот эти ракушки мы собирали Третер резиночку сберу, я тоже Все загорели, все загорели Все загорели, все загорели Класси Я еще хочу туда в следующем году Гороские дамы Курский народ Нет? Нет Спасибо за work Пока Субтитры сделал Dima. Пойдем теперь С cities ну что мы приехали с отдыха а вчера я не стала ничего снимать потому что я просто легла на кровати уснула хотела помонтировать видео и хотел еще посмотреть видео но в итоге в итоге просто уснула и все мне еще голос сегодня странный такой немного охрипший и после поездки прикольный румянец такой но я вся сгорела кошмар не знаю и мне так понравилось и решил то что в будущем мне действительно стоит заняться плаванием потому что я люблю воду вода любит меня поэтому поэтому действительно советую тем кто не может похудеть возможно стоит сменить спорт спортивные занятия какие-то то есть кто-то занимается йогой худеет йога занимается бегом занимается чем-то другим а когда плавает и я пришел к воду что мой организм больше теряет веса когда я плаваю и это очень круто потому что воду я действительно люблю но мне не нравится в бассейнах тем что она там бывает иногда хлорированная а у меня аллергия на хлорку она не сильная аллергия но она есть у меня начинается потом чесотка я могу покрыться даже красными пятнами у меня вообще почти на все аллергия трава там хлорка химия любая вот такая вот я родилась и поездка действительно была очень классная на обратном пути была такая пробка но моя камера что-то не засняла мне интересно почему самсунгов такая не очень камера сколько у меня их было у меня реально камера какая-то везде не очень а у папы телефон то ли не алкотель как-то по-другому называется он мне об этом говорил не забыла но у него камера вообще безумно крутая мне позвонила девушка которая ходила на собеседование светофор и она сказала что я слишком молоденькая короче меня не возьмет на работу но сейчас позвонила видимо кто-то ушел на каникулы на в отпуск уехал и ей нужны работники я возможно пойду туда работать к ним я если честно очень боюсь работать кассиром потому что местность очень плохая там действительно очень много пьяных людей туда заходят покупают алкогольную продукцию и меня немного не пугают еще меня больше пугают разные бабушки которые могут говорить а быстрее нельзя а вторую кассу откройте или что-то пойдет не так я там сдачу неправильно посчитаю потому что есть проблемы с тем чтобы в торопях считать я могу ошибиться потому что я медленный человек мне нужно проверить много раз и не успевая по таймингу что-либо делать надо быстрее мыслить но поэтому я делаю все заранее то есть если мы делаем проект и на этот данный месяц я буду делать реально месяц проект ну как сказать то есть у меня будет идея уже на следующий день у меня будут уже разработки на этот следующий день и возможно в ближайшие три дня я его уже сделаю и перед защитой проекта я просто уже повторю его и сдам спокойно то есть я не тяну до последнего момента потому что просто напросто я немного боюсь не успеть или что у меня будут дела какие-то буду занята и поэтому так лично я что я думаю про профессии лично я предпочитаю какую-то профессию программистом потому что я думаю что у нас 21 век мы типа развиваемся и почему-то я уже живу в каком-то будущем где машины летают но буквально да я видела некоторые тесты машин где там пробуют запустить летающую машину и так далее я понимаю то что скорее всего программирование оно будет нужно скоро каждому и информатика узнать просто будет обязанностью каждого человека на земле потому что информационные технологии они же развивают наш мир и развитие конечно может пойти по-разному на это есть множество разных теорий но я как-то думаю что все таки информатику нужно будет знать всем потому что программирование код много электроники и телефоны и компьютер планшет и умный дом это все сделано с помощью кода и что-то там еще очиститься если в этом сильно не разбираюсь конечно но все таки мне кажется что в будущем далеком каждый будет хакер просто и все что-нибудь такое будет кибер какое-то будущее у нас я не знаю почему у меня такая мысль мечтательная возможно конечно это и не так может мы вообще в другое развитие проем какое-то но информатику узнать будет полезно в любом случае я думаю чтобы я хотела еще дополнить свое видео так и таким что я не поняла почему я оставшийся конец разговаривал про какую-то информатику видео вроде бы было о поездке на отдых причем тут информатика ладно я значит снимал это видео в июле и сейчас уже на минуточку август уже почти сентябрь как бы август и я не знаю я очень долго не могла смонтировать это видео я очень долго монтировала видео где мы строим переделаем значит мой дом а ну имеется в виду мою ограду а и нашу мою семью моей вот да я все равно в водне возможно будет звук вообще но тем не менее мне же нужно как-то закончить это видео так что ставьте лайки подписывайтесь на канал давайте поддержим друг другом и что бы я хотел сказать почаще ездите с семьей куда-либо отдыхать потому что настроение после этого вообще ну и все всем пока мои цветочки и